На первый взгляд это всего лишь тренировка, но поверьте, всего лишь на первый взгляд. У Егора Осипова серьезное заболевание, но он находит в себе силы не только противостоять болезни, но и жить полноценной жизнью. Каждый день для него это радость и новые впечатления. Но на самом деле это еще и победа. Победа не только над недугом, но и над самим собой. Сегодня Егор, пожалуй, самый желанный на занятиях ребенок. Спорт для него часть жизни. И как настоящий спортсмен он идет за своим личным результатом. Хотел добиться, чтобы был стройным и здоровым. Занятия для Егора ведутся с учетом его индивидуальности, но он всегда удивляет своих спортивных педагогов. Сам себе помогаю ногу потянуть. Я настраиваю себя, чтобы хорошо растянуться и мостик сделать. По итогам тренировок Егор сам оценивает свою физическую форму. И строго, как на уроках физкультуры в школе, ставит себе оценки. Ну, я ставлю себе пять, потому что хорошо занимаюсь, не пропускаю тренировок. В спортивном клубе, куда ходит Егор, он удивил всех. Не только своим желанием и упорством, но и желанием развиваться и стремиться к успеху. Прогресс виден сильно очень. По части спортивной, это ребенок пришел больших объемов, толстенький, не мог заниматься в тренажерном зале, не мог заниматься сначала вообще. Его мама повела на взрослый фитнес, потому что по улице он подходил, к нам не подходил. И он не мог заниматься, вот ему некомфортно было, неудобно. Придя к нам в детский фитнес, он сбросил на данный момент 30 килограмм. Вот с того момента, как он первый раз пришел, на 30 килограмм он стал меньше. Сами взрослые говорят о том, что Егор не смог бы достичь таких успехов без поддержки близких. Я считаю, что каждый родитель, если он любит своего ребенка, он должен в него вкладывать свою душу. Душу, потому что чем больше в него вкладывать, в каждого ребенка нужно вкладывать в душу, а в такого ребенка особенно. Вот Лидия, мама Егора, она, конечно, молодец. Это вот просто, ей можно памятник поставить за то, что она вот все-таки смогла вот так ребенка своего. Она его чувствует, она знает каждый, она всегда рядом. То есть, вот, конечно, с такими детьми нужно быть более внимательными. Я бы хотела пожелать родителям не опускать руки ни в коем случае, потому что я знаю таких детей, и с такими детьми можно работать, их можно развивать. Уже весь мир говорит о том, что у них есть, они бывают очень талантливые, очень способные, их нужно обязательно развивать. Конечно, помощь семьи – это главное. Мама Егора, Лидия, уверена, что все трудности преодолимы, и нет ничего невозможного, если есть желание жить. По сути, мне пришлось всем доказывать, что все хорошо, что все будет хорошо, что степень, градация этого «хорошо» зависит только от нас. Как мы к этому относимся, как мы понимаем, скачок – это достижение или это, ну, небольшое улучшение. По ее словам, Егор стал семейным солнцем. Он радость в первую очередь. Он заставляет уже не думать о недуге, как о чем-то гнетущем и непреодолимом. Это радость, которую человек нас научил испытывать по имени Егор от каждых маленьких улучшений, хороших слов, умения чего-то совершенно небольшого, но эта радость, понимаете, она была несоразмерной. И научиться ее испытывать в повседневности, в обыденности, наверное, самое главное. Постоянные занятия с Егором ставят его в ряд полноценных граждан. Внимание и забота позволяют достигать определенных результатов. Кто бы мог подумать, что Егор захочет стать поваром. И уже сегодня он ходит на курсы кулинарного мастерства, оставляя порой своих сверстников за спиной, показывая уникальные навыки. Будем надеяться, что Егор осуществит свои мечты, что главное в его жизни еще впереди. Ну а то, что уровень социальной активности и миропонимания он уже обрел совместно со своей семьей, это свершившийся факт. Факт нашей сложной и стремительной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok